МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Планомерная работа. Каковы итоги социально-экономического развития Республики за первое полугодие? Осторожно, призы. Что выигрывали дети и подростки в аттракционах на Красной площади Чебоксар? Захват, болевой прием. Зачем сотрудникам Национальной библиотеки Чувашии приемы самообороны? Основная экономическая тенденция первого полугодия – рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Активная реализация инвестиционных проектов позволила создать дополнительно 1300 новых рабочих мест. Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Республики обсудили на расширенном заседании Кабинета министров Чувашии. Экономическая ситуация в мире, в стране и, разумеется, в Республике не самая благоприятная. Крупные компании и естественные монополии сокращают инвестпроекты. Однако, отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин, руководству Республики удалось выстроить конструктивные отношения с федеральными министерствами и ведомствами и обеспечить поступление в бюджет дополнительной дотацией. Кроме того, предприятия Чувашии активно используют меры государственной поддержки. 19 инвестиционных проектов включены в федеральные отраслевые планы импортозамещения. И за последние два года мы ежегодно привлекаем порядка 600 миллионов рублей именно только на поддержку промышленного сектора. Первые полугодия отмечены сокращением жилищного строительства, в первую очередь из-за падения покупательского спроса. В то же время все социальные программы в этой сфере выполняются, и госзаказ – хорошая под спорь для строителей. В промышленном производстве, за исключением машиностроения, регистрируется рост. Индекс промышленного производства составил 114,9%. Среди регионов привозка федерального округа вы видите, что мы на первом месте в текущем полугодии. Задача стоит сохранить эти позиции до конца года. За счет чего это было обеспечено? Первое, безусловно, это за счет роста производительности труда. За счет использования передовых технологий, модернизации оборудования, выработка на одного рабочего за первые полугодия составила почти миллион рублей. Это выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 23%. По итогам текущего года мы ожидаем, что выработка дойдет до 2 миллионов, соответственно, темпом порядка 13%. Увеличение сельскохозяйственного производства достигло 109%, а в сельскохозяйственных организациях – почти 120%. Реальный рост экономики обеспечил и наполнеемость республиканской казны. Бюджет исполнен на 106,5%. При этом доходы выросли практически на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года и составили почти 19 миллиардов рублей. Расходы – 17 миллиардов. В ходе исполнения бюджета текущего года нам удалось увеличить плановые расходы на инвестиции 2,4 раза или более чем на 3 миллиарда рублей. В результате чего инвестиционные расходы республиканского бюджета на 2016 год оцениваются к уровню прошлого года с ростом на 19,5%. Хочется отметить, что при втором уточнении республиканского бюджета расходы на реальный сектор увеличены на 1,6 миллиарда миллионов рублей. Рост расходов к уровню прошлого года оценивается на 13%. Планомерная работа проводится и по сокращению государственного долга. Чувашия входит в пятерку субъектов ПФО с минимальной долговой нагрузкой. Глава Чувашия Михаил Игнатьев напомнил в числе приоритетов решение не только экономических, но и социальных задач. Благодаря депутатам Государственного совета Чувашской республики они нас всегда поддерживали, потому что мы обязаны, как органы власти, обеспечить защиту малобеспеченных семей. Мы сейчас еще в бюджете дополнительные средства заложили, а в динамике к уровню 2015 года в целом для малобеспеченных семей на 34% заложили для того, чтобы обеспечить защиту вот этих семей. Михаил Игнатьев отметил, все социальные обязательства перед жителями Чувашия правительство выполнит, как это было в предыдущие годы. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. В условиях новой экономической реальности главное выбрать правильные векторы развития. Такого мнения придерживаются не только власти республики, но и депутаты, руководители предприятий, организаций, представители общественности. Мне хотелось бы отметить ту поддержку, которую правительство республики уделяет именно сельскому хозяйству, в том числе и путем субсидирования процентных ставок, которые даются сельскому хозяйству. Это и на проведение уборочных работ, на технику. Процентные ставки субсидируются из бюджета. Сегодня на полях республики зреет очень хороший урожай, и наша задача как государственного сельскохозяйственного банка вовремя помочь убрать этот урожай. Банк полностью обеспечивает потребность сельхозпредприятия в кредитных ресурсах. Мы заключили 230 договоров на уборочную работу на сумму более миллиарда рублей. Учитывая, что сегодня не только хороший урожай, но и хороший ценный урожай, мы надеемся, что сельхозпредприятия вовремя уберут урожай и получат прибыль, которая обеспечит дальнейшее развитие сельского хозяйства и достойность жизни тех, кто живет и работает на селе. Один из ключевых векторов правительством определён совершенно верно. Это поддержка инновационных, высокотехнологичных производств. Для примера, это создание индустриального парка. В первую очередь она сформирована, и мы думаем, что это верное движение вперёд. Кроме того, должен отметить создание в первом полугодии на конкурсной основе инжинирингового центра по Чувашскому государственному университету в партнёрстве с нашими чувашскими предприятиями, которое, опять же, было осуществлено при поддержке кабинета министров Чувашской республики. 100 миллионов рублей дополнительных федеральных средств, я думаю, это очень важный, большой вклад в развитие производственной сферы. Для меня очень приятным и, может быть, ожидаемым результатом работы правительства, Госсовета республики стал это всё-таки рост промышленного производства, рост производства в сельском хозяйстве, потому что не секрет, что, например, социальные отрасли всецело зависят от развития экономики. Вот 16 августа текущего месяца мы будем принимать поправки в бюджет Чувашской республики и, конечно же, более 1 миллиарда 300 миллионов рублей, которые пойдут на различные программные мероприятия, в том числе в сфере здравоохранения. Вы знаете, что в этом году мы уже одну поликлинику открыли на микрорайоне Садовой, ещё одна поликлиника в ближайшее время будет открыта в Ольгешево, мы сдадим хирургический корпус, на селе у нас строятся фельдшко-акушерские пункты, это дополнительные ФАПы, которые ранее не были предусмотрены в нашей республиканской программе. Поэтому, на мой взгляд, это вот и есть сильная сторона, когда мы всецело ориентируем на социально значимые направления – здравоохранение, образование. Тем более в республике успешно реализуется новый проект по строительству школы. Такого никогда не было, чтобы одновременно в городе стоили три новые школы. Конечно, это очень значимый результат в целом для нашей республики, города Чебоксары. В Шумерле ситуация в сфере ЖКХ меняется в лучшую сторону. Итоги развития города обсудили накануне на расширенном совещании. Какие планы строят местные власти, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Глава администрации города Александр Зиновьев хранит в рабочем кабинете фрагменты труб, по которым раньше текла горячая вода. 30 лет назад, отмечает градоначальник, коммуникации прокладывали с нарушениями. Она миллиметров. А должна по снипу быть 9 миллиметров. А вот такие трубы мы сейчас закладываем. Вот такие трубы. Вот таким 12 метров. В муниципалитете накопилось немало проблем. Глава администрации города говорит, что многие жители врезали в домашние радиаторы краны, чтобы сливать горячую воду. Шумерлинские котельные зимой работали на износ. Росли долги за газ и электричество. Сейчас специалисты выявляют нарушителей и демонтируют незаконно установленные краны. В городе продолжается замена изношенных труб. Навести порядок в системе ЖКХ намерены в ближайшие годы. Меньше тех, кто ворует эти деньги. Отдельные примеры еще не остались. Хотя мы с республики выделяли средства. Вот это тоже проблема, которая сегодня волнует и вас, и нас. Но, по крайней мере, руководители города по-другому смотрят на эти вещи. Вот водоканал, да? Обесвечивал водой горожан. Сегодня более чем два раза он меньше воды поставляет, но горожане не ощущают дефицит воды. В городе продолжают благоустраивать дворы и ремонтировать дороги. Поэтапно в Шумерле ликвидируют аварийное жилье. На строительство новых домов муниципалитет уже получил порядка 500 миллионов рублей. Недавно были возведены две многоэтажки. На воселье здесь сыграют более 50 семей. Качеством работ Михаил Игнатьев остался доволен. Отделки, эконом, класс, линолеум есть, отопление есть, все и есть. В ближайшее время Шумерля может войти в программу поддержки моногородов. Для этого необходимо пройти непростой конкурс. Муниципалитету удалось привлечь ряд крупных инвесторов. Михаил Игнатьев посетил и местную гимназию номер 8. Недавно здесь началась реализация проекта «Доступная среда». Для обучения детей-инвалидов классы оборудовали специальной техникой со шрифтом Брайля. Есть у нас принтер, который печатает шрифтом Брайля. Вот у нас монитор, увеличитель, мы его называем. Он увеличивает в любом масштабе то, что текст написан в учебнике. Очень удобно им пользоваться. С преподавателями глава региона встретился за круглым столом. Михаил Игнатьев отметил, что гимназия по многим позициям занимает первые места в республике. Ее ученики одерживают победу на престижных олимпиадах и поступают в ведущие вузы страны. Митрий Ковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. Здоровая нация, трезвая нация. Представители республиканских общественных организаций, медицинские работники и сотрудники органов внутренних дел проверили игровые площадки на Чебоксарском заливе. Под особым вниманием незаконная реализация алкоголя несовершеннолетним. Подробности далее. Попади дротиком в шарик, получи бутылку шампанского. Ярко украшенный стенд, призовой выигрыш прямо на асфальте дается на всего 100 рублей. На Чебоксарском заливе такой соблазн поджидает любого прохожего. И в том числе детей. Я спросил, что вы разыгрываете, они сказали, главный приз шампанское. Если вы выбьете 10 из 10, нет, шампанское дает 9 из 10, то я получаю шампанское. Я выбил 7 из 10, поэтому они мне не дали. Представители общественных организаций, надзорных ведомств и министерств выяснили, на этом аттракционе работают несовершеннолетние, которые по закону не имеют права реализовывать алкогольную продукцию. Кстати, разрешительных документов тоже не оказалось. Оформили протокол. Сейчас по данным делам будет вестись расследование МВД. По итогам расследования мы получим информацию о том, что была лицензированная деятельность, имелось ли там разрешение на продажу алкоголя. В соответствии с этим мы уже можем делать какие-то выводы. Пока комиссия осматривала одну игровую площадку, другие аттракционы меткости успели свернуть. Однако под пристальный взгляд проверяющих все же попали и другие площадки. В них все призы оказались стандартными. Обращаясь к жителям нашего города, хочу отметить, всегда занимать гражданскую позицию и понимать, что вот с таких простых вещей начинается программирование детей на потребление алкогольной продукции. И понятно, что нельзя молча смотреть на это, нужно обязательно обращаться в соответствующие органы. Теперь этими аттракционами вплотную займутся надзорные органы. Представители общественных организаций отмечают, проверять подобные игровые площадки они будут регулярно. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. За необычным занятием можно застать сотрудников национальной библиотеки по утрам этим летом. Они изучают приемы самообороны. Для чего? Об этом Ольга Пырочкина. Ну вот вы, вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили? Как пройти в библиотеку в три часа ночи? Если сотрудников национальной библиотеки Чуваши озадачат таким вопросом в три часа ночи, они подробно объяснят. Если злоумышленник не захочет слушать, ему грозит захват и болевой прием. Второй месяц они изучают хопкидо. Учить с библиотекарей обороняться инициатива обладателя черного пояса четвертой степени Олега Никифорова. Сегодня у нас здесь уроки по хопкидо, по самообороне. Хопкидо это единоборство спецназа, оно применяется в спецназах Кореи и Бразилии. И здесь только техники необходимы для самообороны, для того, чтобы себя защитить в экстремальных ситуациях, не обладая большой физической силой. Для этого нужно просто знать правильно, как работает тело, структура организма, как правильно суставы гнутся. И также надо знать ударную технику и отрабатывать постоянно. Сотрудники говорят, совмещают приятное с полезным. На улице все-таки лето, при их работе за компьютером и в книгохранилищах со специальным световым режимом. Полчаса на солнце и свежем воздухе совсем не лишние. Эти занятия проходят с июля месяца, в июле-августе. Пока погода стоит, мы каждый вторник в 11 часов собираемся пока маленькой группой. Хотим, чтобы к нам присоединились наши читатели. Для чего это нужно нам? Для того, чтобы мы во время работы сидим за компьютерами, пришли на производственную гимнастику, во-первых, я так думаю. И в то же время мы учимся каким-то методом самообороны. Женщина всегда должна уметь защищать себя, не только надеяться на крепких мужчин. Кстати, присоединиться к сотрудникам библиотеки могут все желающие занятия. Каждый вторник во дворе национальной библиотеки. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Всероссийский день физкультурника отмечается в ближайшую субботу. Но уже сегодня всех, кто имеет отношение к спорту, пригласили на торжественное собрание, чтобы вручить заслуженные награды. Подробности в следующем сюжете. В 2015 году в Польше Гарифуллин Рамиль, то есть наш воспитанник, мой ученик стал чемпионом мира среди инвалидов-постов. Для многих тренеров тренерская работа – это не просто работа, а как бы больше, намного больше, чем работа. И, конечно, очень приятно, когда твой труд оценивают. На сцене чествовали и спортивные династии. Общий стаж семьи Григорьевых из Алатарского района превышает 150 лет. Любовь к спорту передается из поколения в поколение. Основателем нашей спортивной династии или примером для нас всех был старший брат. Именно через него мы пришли к спорту, к спортивной профессии. Он был хорошим спортсменом, он был педагогом, воспитателем. И мы, глядя на него, как бы увлеклись физкультурой, спортом. И впоследствии еще, кроме него, шесть братьев получили физкультурное образование. Учителя физкультуры, тренеры, преподаватели детско-юношеской спортивной школы. Ну и впоследствии стали руководителями, заучьями спортивной школы. Физкультурой и спортом в республике занимаются порядка 40% жителей. Необходимая база для этого создана. За последние годы в регионе было возведено более 50 спортивных объектов. Поздоровительные комплексы в районах, Ледовый дворец, центр маунтинбайка в столице. Наша задача вести еще лучше нашу работу, для того, чтобы на самом деле каждый человек занимался спортом, физической культурой. Делал по утрам зарядку, прогулялся на свежем воздухе. Мы, по сравнению с другими регионами, выделяли их средства для того, чтобы создать благоприятную среду. Глава региона встретился и с руководителями спортивных федераций. Разговор шел о перспективах развития разных видов спорта. В республике, отметил Михаил Игнатьев, намерены поддерживать и профессиональный футбол. Этот вид спорта набирает популярность, причем благодаря построенным стадионам. Футбол сейчас, как бы сказать, поднимается. Почему? Потому что мы сейчас малобюджетные эти стадионы делаем. И в школах, и в муниципалитетах. Они не пустуют, по сути дела. Даже вон до полуночи, даже на центральном стадионе, я смотрю, до полуночи занимают, арендуют, играют. Это когда самый доступный вид спорта, по сути. А для сборной команды Чувашской республики, профессиональной команды, конечно, нам надо содержать. И сейчас по хоккею там просят, и по другим. Совместными усилиями давайте попытаемся еще сделать. Виновниками торжества стали и юные спортсмены. Им вручили золотые знаки ГТО. На путьствие почетных гостей стремится к новым победам. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Уроженка Новочебоксарская, учащаяся московской школы «Самбо-70» Дарья Спиридонова в составе сборной страны завоевала серебро на Олимпиаде. С успешным выступлением нашу землячку поздравила глава Чувашии. В этом году право выступать на Олимпийских играх завоевала и лидер национальной сборной по маунтинбайку наша Ирина Калентьева. В настоящее время решается вопрос с поездкой в Рио-де-Жанейро российской паралимпийской сборной. Ситуацию нам прокомментировала депутат Государственного совета, олимпийская чемпионка Елена Николаева. Описать ту ситуацию в моей жизни, в моей практике, я даже не могла предполагать, что имидж нашей России могут таким образом подорвать. Потому что судьбы многих наших паралимпийцев будут пережить, я даже не представляю, словами даже описывать невозможно. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин